Вот паломники завершили обряды, выполнили предписание хаджа и вернулись на родину к своим семьям. С повторяющимся в уме вопросом. Хотелось бы знать, принял ли Аллах наш хадж и простил ли нам наши грехи? А ответ – о паломник, думай об Аллахе хорошее, превыше он всех, ведь он велико его могущество, будет таким, каким ты его считаешь. Знай же, что у принятого хаджа есть признаки. Из них – то, что паломник после возвращения из хаджа стал лучше, чем был. Так, если до этого он допускал упущение, то сейчас он стремится к повиновению. А если до этого у него был плохой нрав, то он стал спокойным, добродушным человеком с хорошим нравом, нрав которого изменился. Это является признаком принятия. Также из признаков принятия является хорошее расположение духа, радость на лице, свет на лице, стойкость и прямота в повиновении. Некоторые предшественники упомянули, что к признакам принятия благого относятся помощь и поддержка рабу при совершении другого благого дела вслед за совершенным. Так, эта помощь указывает на то, что Аллах, велик он и всемогущ, принял его предыдущие деяния и дал ему возможность совершить другое деяние, и остался довольным им посредством него. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал, «Совершайте хадж и умру регулярно, ибо они отдаляют бедность и грехи подобно тому, как кузнечные меха удаляют акалину с железа, золота и серебра». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok